ну вот проснулись позавтракали и сидят ждут когда им дверь открою и чтобы они вышли на улицу раннее утро у нас томас принимать солнечные ванны с утра пораньше довольны так доброе утро друзья вчера вечером мы с рину к дарину вернем вернулся с работы мы поехали и купили новую землю он досадила ведь и помидорку посередине по бокам посадила зеленый горошек а здесь впереди посеяла базилик на наконец-то когда возросли огурчики я посажу здесь и здесь все эти будет расти я зашла домой и томас прыгнул и сидишь ждет когда я выйду на улицу слушать его не хочет один находиться на улице или чтобы там были какие-то наши котятки на улице или чтобы я была обязательно я иду вниз и он идет вниз я наверху работаю на балконе и он на балконе только сидит томас любит компанию кстати меня спросили насчет горшка горшки горшки вот видите вот это самое где я буду сидеть в горшках на балконе меня спросили а зачем вы садите на балконе если у вас много земли нет у нас не сильно много земли у нас единственная нормальная земля это одна единственная грядка ну здесь отсюда ее не видно она как раз под этой крыши под этой крыши находится единственная нормальная грядка с нормальной землей поэтому я ведь и сделаю горшки вот всякий там перегной и листва и земля и навозы все такое тоже там буду садить потому что у нас единственная земля нормально это одна единственная грядка вот а здесь тем более я хочу посадить хотя бы по одной помидорке и 4 кустика огурчика на балконе, так как у меня еще один такой длинный бозон есть, вот, чтобы уже точно, как говорится, были у меня и хорошие помидоры, хоть сколько-то, и хорошие огурцы, потому что у нас на улице помидоры болеют, и огурцы болеют, а на балконе более-менее нормально они, тем более здесь не сильно дождь падает, вот, не сильно попадает дождь, вот, и здесь солнечная сторона. Я посмотрела, второй горшок, я оставлю все-таки с этой стороны, где он здесь стоит, он под навесом пока закрыт, чтобы какоты не делали пи-пи-кака. Вот, у нас работы ведутся, слышите? Роют асфальт, там, видать, трубы прорвало. О, блин, те бедные люди довольны. А, Томас, смотрите на него. Эй, какой ты довольный, какой ты доволен. И вот я здесь тоже планирую посетить. Так же самое. Одну помидорку посередине, и два огурчика по бокам. Тоже куплю такую сетку в стене, чтобы вилась... Ой, как они там роют. Не кстати, чтобы вились огурцы. И так же самое зеленый горошек, и базилик, вот. И здесь я понатыкала по бокам тоже зеленый горошек, но разве это не прекрасно выйти с кухни на балкон и сразу сорвать помидорку, огурчик, базилик и зеленый горошек покушать, сидя на стульчике. Ну, конечно, хорошо. Тем более, видите, я уже говорила, что у нас в основном только одна грядка. Вот, поэтому много там, на той грядке ничего не посадишь. Ну, вот я там посадила уже пять кустов помидор больших, как я показывала внизу, и та самая свекла. Ну, свеклы, я еще думаю, хочу докупить свеклы, побольше свеклы, чтобы пусть будет свекла. В прошлом году я попробовала купить рассады свеклы. Ой, такая вкусная свекла была своя. Прямо, прям прелесть. Прямо прелесть. А я, кстати, она боится выходить. Вот. Она боится далеко идти. Она уже вниз не спускается. И к соседям она не идет. После бессонной ночи, видать, вчерашней. Офигеть. Ну, и куда ты лезешь? Ария. На горшок. Кстати, я вот тот бозон уже оставляю открытым. Не боюсь, потому что я периодически поливаю, чтобы вода всегда была влажной, чтобы коты туда не лезли. Потому что котам не нравится влажная земля. А вот сухая, теплая земля им нравится. Видите, там Томас лежит, здесь Ария пыталась устроиться. Ну, в общем, вот поэтому я вот, даже несмотря на то, что у нас уже есть там внизу участок, поэтому решила тоже два больших вазона насадить, как говорится, культурами всякими. Видите, тазик только что развесила вещи кое-какие. Вот это вчерашнее платье, в котором я была. Кстати, у нас сегодня погода тоже суперская. Очень тепло. Хоть раздевайся и забирай. Но, блин, видите, дома, дома там вокруг. Вот, кстати, напротив доме там марокинцы живут, блин. Нафиг мне это надо, чтобы они меня видели. Вот смотрите, друзья, вот какая удача. Я нарадоваться не могу. Кстати, стекла надо помыть, потому что тут кошеки уличные, вечно прыгают грязные постоянно. Наши с этой стороны уличные, с другой стороны. В общем, хочу сказать, какая у нас удача. Видите, целый день, не целый день, в общем, с утра у меня здесь открытое окно. Здесь сетки нет для мух и комаров. Вот, чтобы кошки выходили-заходили. И вот, представляете, мух нет пока. На улице мух полно. Я вижу там летают всякие жучки. А у нас в футоне вот нет пока что ни одной мухи. Фу-фу-фу-фу. Где тут дерево? И вот дерево. Сразу по всем деревьям надо постучать. Блин, стулья тоже, деревья, старые стулья. Да, надеюсь, что и летом тоже не будет у нас мух. Потому что, видите, у нас кошки приходится оставлять открытыми. Вот, Арину предлагал. Я им сделаю дырку, чтобы они заходили-выходили. Я говорю, ну да, дело в том, чтобы и уличные коты будут заходить. То же самое. Не получается. Или нам надо караулить, быть кому-то на кухне или на балконе. Или просто дверь держать закрытыми. Или сетку закрывать. Потому что или так, или так. Ну, вот так вот. А что теперь делать? Ну, надеюсь, что летом ни мух, ни будет ни комаров в доме. Ну, единственное, что, конечно, когда вечером сетку, окно будем оставлять открытым. Когда мы еще не спать не будем ложиться. А сетку будем все-таки закрывать. Потому что комары, они на свет летят. Поэтому, надеюсь, что днем хотя бы можно будет спокойно оставлять открытым. Чтобы кошки заходили, выходили. И, в общем, ни мух, ни комаров не будет. Вот такая вот. Потому что у нас там, мы когда бы жили в квартире, у нас был последний этаж. Это, получается, четвертый этаж. Четвертый и пятый этаж. У нас вот двухъярусная квартира была, двухэтажная. Пятый этаж. И, представляете, даже вот сетки у нас были. Но, получается, что у нас одна, в общем, даже две. В общем, было у нас туалет. Как говорится, как вы знаете, что у нас была туалет, крыша такая, в общем, деревянная. И сверху открывалось окно специальной палкой. Открывалось и закрывалось. Там сетки не было в туалете. И сетки не было в зале. Были только такие жалюзи, чтобы кошки могли заходить, выходить. Но все равно мухи как-то пролетали. И комары. И мы на последнем этаже жили, на последних этажах. И у нас были мухи. А здесь мы живем практически рядом с землей. И на втором этаже, вот, как вы видите, вот, видите, наш палисадничек. Вот, полно мух, всяких осы. Вот, пыталась, кстати, вчера одна оса залететь. Наша Ария ее выгнала. Представляете, я видела на моих глазах. Жалко, что я не снимала это на камеру. Так что, вот такая вот удача. И очень есть надежда, как говорится, что к нам не будут залетать мухи. А? Да? Ария, Джоя. Я Томаса потеряла, а он перебрался. Видите, ему здесь жарко на солнце, на травке. Она очень согрелась, трава, ему здесь жарко. А я сюда поставила этот горшок с пустой землей. И вот он лег в тенечке. У него шерстка какая, видите. Мы на него говорим белый медведь. Хотя он сейчас уже не такой чистый, как раньше. Потому что он уже, видите, на земле лежит. На песке кувыркается. А, Томас, готовить чьи эту. Друзья, а вот она и я. Чао-чао. Я пока что по-домашнему, потому что пока никуда не собираюсь. Я дома чисто реснички накрасываю и всё такое. Кстати, Итану здесь очень нравится на кухне. Я вам говорила вчера, что здесь и светлее, и светлее, и светлее, и теплее. И, как говорится, и оживлённее здесь на кухне. А здесь, тем более, по вечерам, когда ужинаем, мы включаем наверху там маленький телевизор, и он чирик-чирик, тут такой доволен. Так, что хотел сказать? У меня такая хорошая новость, такая отличная новость. Леночка Молдованочка, подруженция моя, они ждут второго ребёночка. Мы раньше об этом не говорили. Она не говорила и просила, чтобы я тоже никому не говорила. Но раз она сама выставила свой коротенький фильм, кого они всё-таки ожидают, мальчика или девочку, то я решила тоже поделиться этой новостью, потому что я очень рада за них, потому что я знаю, как они долго ждали первого ребёнка. Мы с ними познакомились, с Леночкой и Журиком, ещё когда у них не было Давидика, и когда не было первого сыночка. И помню, мы разговаривали насчёт этой темы, что никак у неё не получалось забеременеть. И тут она наконец-то забеременела, она первая беременность, ничего не говорила о своей беременности. Ни она, ни близкие подруги, ни родственницы, никто ничего не говорил, чтобы, как говорится, фу, она боялась гладить или что. В общем, она уже сказала, когда родила и показала ребёночка, уже когда покрестила она его. Ну а сейчас, видите, вот видать, она уже, как говорится, помудрела. Видите, вот с появлением первого ребёночка, она помудрела, и видать, уже, как говорится, расслабилась немножко. И вот она уже, видать, они вчера узнали, кто уже, видать, поехали. Они на УЗИ, и узнали, кто у них будет, мальчики или девочки. Девочка. Я, конечно, хотела, очень хотела, чтобы у неё была вторая девочка, потому что я очень люблю маленьких девочек. Вот. Ну, так получилось, вроде как, что у неё будет встроить тоже мальчик, представляете? Ну, в общем, она, конечно, в шоке, она написала, но она всё равно очень счастлива, очень довольна, и я очень рада за них. Вот. Так что, поздравляю, Ленусик и Жорик. Ты что, кумелькался тут на землю? Все коты на улице. Смотрите. Довольны. Ах, хулиганка, ария такая. Вот как у нас всё, солнышко какое сильное. Смотрите, я вещи утром вытащила, вытащила на сушку. За три часа уже всё сухое, идеальное. Боже, прям лев. Зверь такой, шикарный у него хвост. Это, кстати, Мэй-кун, про которого я говорила в предыдущем видео. Брат нашей Джои и Арии. Смотрите, какой зверь. Томас, Томас. Пришёл этот кошак. Большой чёрный кошак. Он дядя, кстати, наших сестричек. Вот он бьёт Томаса, представляете? Вот увидел меня и боится, боится. Меня он боится, Томаса не боится. Томаса он бьёт. О боже, обнюхиваются парни. Друзья, у нас событие, у нас сегодня расцвели, наконец-то, тюльпаны. Вчера ещё их не было, сегодня они расцвели. Сейчас они на солнышке. Видите, какие открытые, конкретные. У нас только два тюльпанчика. Ну, зато нарциссов побольше, пока что. Субтитры сделал DimaTorzok